К социально-гуманитарной акции «Онкология. Поможем себе» мы готовились давно. При всей очевидности, что ее необходимо проводить именно в Санкт-Петербурге, где рак отнюдь не пятится, мы не всегда находили понимание. Встречались люди, и таких, к сожалению, было немало, которые могли помочь, но отказывали в средствах для организации акции. Они смотрели тебе в глаза и говорили «Я в эти игрушки не играю». Но у нас не уставали биться сердца. Мы не переставали верить, что идея акции, цель которой – организация и материальное обеспечение ранней диагностики, единственного средства победить эту страшную болезнь, не найдет понимания, отклика, желания помочь в ее проведении. Но в то же время у нас уже было много сторонников. И прежде всего это врачи-онкологи. Те люди, что чаще всего сталкиваются с этой страшной болезнью. Из разговоров с ними мы узнавали, что подавляющее большинство людей нашей страны обращаются к врачу только тогда, когда сделать что-либо уже невозможно. Когда болезнь достигает третьей или четвертой степени своего развития. Что наши отношения с медициной на невероятно низком уровне. С другой стороны, онкологи сетовали на то, что необходимы технические средства для обследования людей на рабочих местах, на самых различных производствах. И на них не хватает материальных средств. Таким образом, наша уверенность, что такая акция необходимо росла, укреплялась. Мы повели переговоры с выдающимися дирижерами, интуитивно понимая, что главным героем нашей акции должна стать музыка. Мы разместили свой сайт в интернете. Телефонные звонки стали звучать все чаще и чаще. И, наконец, звонок от выдающегося дирижера Геннадия Рождественского. Согласен принять участие в акции «Онкология. Поможем себе», говорит он. Это была первая победа. Это был звонок с неба, так говорили мы себе в тот день. Мы выпустили афиши, сообщили об акции всем горожанам. Мы выпустили буклет, нас поддержали некоторые средства массовой информации. И, наконец, назначенный день настал. Мы смотрели на людей, идущих в большой зал, прославленный Санкт-Петербургской филармонии, с благодарностью и надеждой. Атмосфера поддержки и взаимопонимания уже существовала. Мы благодарны всем, кто поддержал нас и таким образом уверил, что такая акция не может быть одноразовой. Она должна проходить ежегодно, помогая нам в борьбе с этой страшной болезнью. Герой Николаевич, вы сходу буквально дали согласие участвовать в этой акции «Онкология. Поможем себе». Почему? Ну, как почему? Я был бы, вероятно, и, как это называется, извергом, если бы я сказал, что я не хочу принимать в этом участие. Это же ясно. Оркестр, второй состав, филармония, он вас как... Есть нет вторых составов. Нет, есть один и другой. Потому что, когда говоришь «второй», это... Унижай. Нет, это наш вот первый, это второй. Нет. Решительное нет. Один и другой. Оба высокого класса. Для меня немаловажную роль сыграло то, что я уже пережил. Я пережил, так сказать, серьёзное заболевание в этой жизни, в том числе онкологическое. Поэтому не есть от чего предупредить человека и к чему призывать. Я считаю, что вообще, в связи с тем, что на сегодняшний день, я считаю, наше здравоохранение не уделяет максимальное внимание человеку, то вот эти акции, они помогают, во всяком случае, хотя бы привлекают внимание. Я лежал в онкоцентре на Каширке у нас, в Москве. Мне просто сердце сжималось, когда я спускался, так сказать, в больничный, в своей пижаме, и видел трёх, четырёх, семилетних детей, мальчиков, девочек, очаратов, онкологически больных. Но неужели нельзя было предупредить их? Неужели нельзя было просветить, проверить, анализы сделать и сказать, надо срочно? Потому что в ранней стадии практически до 70-80% можно излечить. В ранней стадии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему вы так быстро, так легко согласились прийти участие в этой акции? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед лицом болезни у нас нет возможности терять время даром. Искусство невозможно легами ценить, потому что это не торговля, это не рынок. И так же и здоровье человека. Потому что что стоит для артиста, допустим, спеть один концерт, это и удовольствие, и нужно. И ранней диагностики? Да, да, естественно, естественно, а не диагностика. Об этом уже и нет и речи. Мы понимаем, насколько это важно. Первое, потому что Санкт-Петербург. Второе, потому что это очень красиво, чтобы помочь многим людям. Это Санкт-Петербург, потому что это было организовано для того, чтобы помочь многим людям. Реквен Верди, он рифмуется с этой акции? Это прекрасное произведение, которое посвящено смерти, но вместе с тем оно празднует жизнь. И торжество жизни, поэтому мы должны прожить нашу жизнь во всем ее прекрасной. Наша акция – это призыв к ранней диагностике. Мы правы? Да, абсолютно. Мы правы, когда речь идет о том, чтобы остановить зло до того, как оно сделает первый шаг. Я знаю все, но не точно. Но это я знаю точно. Учили быстрее. Правда? А? Учили быстрее. Это знаменитый тезис. А представьте, что я вот пришел, я не на ногах стою. Да, 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 обязаны пить. И номер два! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Проблемы онкологии как-то вот они волнуют. Они проходили как-то близко, ну что ли, среди друзей, среди знакомых? Не среди друзей, а среди знакомых, среди родственников. В общем-то, проблема – это, ну, наверное, глобальная, мировая проблема, которую по мере возможностей, сил, мы не все знаем, еще долго не все пройдет. Надо решить. Сегодня мне предоставлена честь открыть первую международную гуманитарную социальную благотворительную акцию «Онкология. Поможем себе». Наш сегодняшний вечер полон надежд. Эта акция посвящена жизни и борьбе за жизнь. По замыслу организаторов этой акции она должна проходить ежегодно. Наверное, сегодня мы не сможем собрать средств, достаточных для того, чтобы значительно улучшить организацию ранней диагностики приобретением специального выездного оборудования для обследования людей на их рабочих местах. А именно о таком оборудовании и таких обследованиях идет речь. Но сегодня первый шаг. И все средства, собранные от сегодняшней акции, станут реальным вкладом в организацию ранней диагностики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чем же закончилась та прошедшая в 2007 году акция «Онкология. Поможем себе», организованная Международным центром социально-гуманитарных инициатив. Неплохим результатом. Собранные деньги от продажи билетов, плюс выделенные в результате благоукциона «Рождественская азбука от А до Я» составили сумму в 20 миллионов рублей, на которые городской онкологический диспансер смог закупить диагностическое оборудование для нескольких районных поликлиник. Как Вы относитесь к благотворительности? К благотворительности я отношусь очень хорошо. Я считаю, что вообще-то, ну, как бы внутренний долг каждого человека попробовать узнать что-то о каких бы то ни было благотворительных действиях и попробовать кому-то помочь, если есть возможность. Благотворительность потихонечку начинает больше жить в Петербурге. Но она в Петербурге всегда жила и живет, и живет. Новая акция Центра социально-гуманитарных инициатив состоялась 4 октября 2009 года. Прославленная Санкт-Петербургская филармония, ее Большой симфонический оркестр, за пультом Максим Шостакович. В программе первый концерт Дмитрия Шостаковича для фортепиано с оркестром. За роялем известная пианистка Ирина Чуковская. К сожалению, в последнее время эта благотворительность как-то сходит на нет. А то, что сейчас началось возрождение, и тем более такая вот акция, как борьба с онкологией, и особенно тогда женская онкология, это очень важно. И сегодняшняя акция, которая проводится правительством Санкт-Петербурга, проводится всеми культурными организациями, людьми, которые поддерживают эту акцию, я считаю, что они делают очень-очень доброе дело. Санкт-Петербурга Благотворение, как чудесное и завораживающее звучит это слово. Благотворение – это реальная помощь, помощь от души, помощь как знак участия, соучастия, сопереживания человеку, застигнутому бедой, немощью, нуждой. Но благотворительность в нашем мире развивается. Сколько разного рода примеров и частной помощи, где человек, оставаясь безымянным, приносит в детский дом конфеты или небольшую возможную для него сумму денег. Цель акции «Онкология. Поможем жить» – оказание помощи детям. Рак, обнаруженный в детском возрасте, практически всегда излечим. Однако операции, курс лечения очень дорогостоящие. Призывы о помощи мы часто слышим по радио, в прессе. Эти призывы – прежде всего доверие к обществу, надежда на людей неравнодушных, готовых помочь. Их все больше и больше. Но если не мы, то кто нам поможет? Сами себе мы и поможем. Я думаю, так. Благотворительность увеличивается с вашей точки зрения? И так больше ее становится проявление благотворительности в городе? Думаю, да. Потому что такие вещи не проходят незамеченными. Благотворительность, благотворительность – как вы к ней относитесь? Отлично отношусь не к тому факту, почему эта благотворительность возникает. Поэтому я как директор театра «Лицидеи» и в данном случае представляю, у меня будут здесь разговоры, хочу еще раз вникнуть в это. И силами театра всегда участвовать в любой акции благотворительной. И это было и раньше, это и будет и сейчас, и в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Ваше отношение к благотворительности? Мне кажется, что выше этого нет назначения человека, а в особенности человека творческого. Искусство практически предназначено для этого. Своей сакральной, своей глубинной сущностью оно является претензией на благотворительность. Вы очень хороший художник, даже замечательный художник. Это я знаю, я бывал на Ваших выставках. Скажите мне, а когда-нибудь Вы подарили вот свои работы, ну не знаю, например, в детский дом или куда-то? Игорь Иванович, два года назад я подарил коллекцию своих работ в свою родную школу под Тихвином, в село Шугозеро. В прошлом году я подарил коллекцию фотографий об этом месте. В этом году буквально неделю назад я приехал с праздника, я открыл выставку живописи в этом селе. Это было событием, все оценили. Вот это моя благотворительность в самом прямом, открытом виде. Скажите мне, Ваше отношение к акции, вот к этой акции? Мне очень нравится. Я пришла с детьми, и детям тоже нравится. Хотя дети музыкально не воспитаны, не образованы, но тем не менее довольны. То, что в России, в общем, благотворительность потихонечку нарастает, как Вы к этому относитесь? Очень надеюсь, что это... Потому что благотворительный фонд, как структура юристическая, это началось в Америке. И будем надеяться, что весь мир, это будет самое главное. Это мое мнение. В конце концов, мы должны построить общество, в котором люди сочувствуют друг другу и понимают, что небо общее над нами. И, естественно, все неприятности и ужасы, которому подвергается семья, узнающая, или... А что бы этого ни было, конечно, нужно всячески любыми способами и методами устанавливать. И решать как-то эту проблему. Но мне кажется еще, что это и медицинская проблема. Ранняя диагностика рака во всем мире достаточно развита, а у нас о ней как-то действительно никто ничего не знает. Это проблема не столько медицинская, сколько общественная. Надо, чтобы люди узнали об этом. Это реальная помощь, это помощь, которая внести именно в больнице детям. Да, это деньги, которые идут на помощь, на лекарства, на консультацию мозга именно в больнице, которые нуждаются в помощи. Вы как балансора видите этих детей? Да, мы видим этих детей, да. Это действительно адвесная помощь. Это не фонация, да. Это акции, которые помогают детям. Мы очень многим здоровы, поэтому бывают помощи. Вы 20-30-40 рублей, которые вы отдаете, покупая открытки. Это адвесная помощь, это ваша помощь. Продолжение следует... Какое впечатление производит концерт? Очень сильно, очень сильно. Я музыкальный вообще человек. Коншакция удивительная. И то, что это прозвучало, что дети больные, там, все, это казалось сначала так, немножко, так, поморщился, а потом, когда вышли эти... Они, в общем-то, играли для этих детей, это... Они, в общем-то, кем-то, которые возвращаются. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда беда далеко, мы ее воспринимаем, конечно, глубоко, но достаточно один раз увидеть вот такого ребенка рядом. Больного, да? Да, да. И все становится на свои места. И мозги прочищаются, просветляются. И любой нормальный человек понимает, что он должен делать. Говорят, музыка поднимает дух, в общем. Ну, конечно, музыка поднимает дух. Но Кончаловский как-то сказал, что искусство может возвысить человека, сделать его лучше, прекраснее. И тут же оговорился на пять минут. Поэтому нужно ловить момент. Ловить момент. О благотворительности можно говорить много. Можно повторять слова генерального директора Гранд-отеля Европа Томаса Нолла о том, что она основа социальной ответственности бизнеса. О том, что благое дело всегда ценилось в России. Связано оно, может быть, не только с деньгами. О том, что благотворительность очищает душу и дает чувство исполненного долга. Но нельзя забывать, что, как всякое социально значимое дело, благотворительность требует организации нравственного союза граждан и правительства города. В благотворительности огромный потенциал нравственной культуры человека. О ней надо не только говорить в школе, в вузах, дома, но и учить ей. Она по-своему раскрывает неоднозначность мира, дает возможность человеку принять участие в конкретном улучшении его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Очень здорово. Замечательно. Великолепно просто. Не зря пошли на концерт? Нет, не зря, конечно. Спасибо, спасибо. Скажите, здорово. Великолепно. Шостакович звучит лучше всего только у Максима Шостаковича. Я знал, что вы сразу-сразу абсолютно на предложение сыграть в такой благотворительный концерт тут же ответили согласием. Ну, конечно, потому что это святое дело, как говорится, вообще помогать людям. Сейчас вот это развивается все-таки благотворительность как-то. И я очень благодарен всем тем, кто вообще этим занимается и кто привносит это все. Вот моя собственная жена тоже организовала несколько уже школ, из которых несколько было благотворительных тоже. Так что я считаю, что это очень правильное, правильное. Всем нужно помогать. Музыка помогает людям тоже. Вам понравилось? Очень. Очень понравилось. Да, конечно, нет вопросов. Прекрасно, великолепно. Душа наполнилась. Очень сильная. А вам? В английском? Магифик. А вам? Не стесняйтесь. В английском? В английском? Окей. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо большое. Да. Замечательная программа. Спасибо. Великолепно. Музыка. Великолепно просто. Спасибо. Спасибо. Все здорово. Очень понравилось. Спасибо. Вам? В восторге. Спасибо. В восторге в поле. Спасибо большое. Нам очень понравилось. Спасибо. А вам? Великолепно. Очень понравилось. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Все было великолепно, спасибо. Как впечатление? Замечательно. Потрясающе. Просто очень мощно, это очень круто. А вам? Безумно интересно. Спасибо. Спасибо вам, изумительно. Тоже. Изумительно. Спасибо. Скажите, как вам впечатление? It was wonderful. Как вам? Мне очень понравилось. Благотворительность? Благотворительность – это вообще наша стихия. Спасибо, спасибо. Как вам? Впечатление? Превосходное. Потрясающе. Замечательно, спасибо, очень понравилось. Спасибо. Вам, вам, девочки. Отлично. Отлично. И вам? И нам понадобится. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok